Анти Майдан, ты тоже. В тяжелые зимы к восстановлению города решили привлечь военнопленных из разгромленного в этих краях батальона «Донбасс». Красносельство. Мы выходили, нам сдали зеленый коридор, и мы выходили с ранеными. Получилось так, что нас отстреляли. Солонно обстреляли наши танки. И все они после этого сдались в плен. А как процесс сдачи происходил? Белые флаги или как вышли на толчок? Мы выходили с красным флагом, у Красного Креста, у Красного Креста. Раненые, наверное, 80 человек. И получалось, когда нам на зеленый коридор мы проходили, как раз колонна только прошла середину. Первый вышел, он попал в Красный Крест и машины остановились. Нам сказали, сдавайтесь или мы вас расстреляем. Наши командиры приняли решение лучше сдаться, чем потерять еще людей. Сколько тогда людей сдаводствует вместе с вами? 112 человек. За раз, да? Да. Мы сразу сложили оружие. Оружие нам сказали смотреть возле техники, бронетехники. Сложили оружие и все это. А в каком направлении вы служили? В Батарину Бас. В Батарину Бас? Да, в Батарину Бас. А как там оказались? Ну, по приездке. Через инкомат. А вам сколько лет? Мне было 30 лет, вспомнилось в плену. Полтора месяца мы уже уходили в плену. То есть вам было 49 лет и вам по повестке пришло? Да. Короче, первый раз, когда мы выживали по повестке, я не явился. Начали мы, у меня еще два стена, начали моих сыновей дергать. Потом, мне сказали, кто-то должен из семьи, один по повестке явился, а я явился. Вы сыновей, получается, пошли? Ну, получается так, потому что или я лучше, чем я, или сыновей еще молодые. Ну, как вы считали, что вам говорили, что здесь происходит на Донбассе? Террористические войска? Да, террористические войска, одни наркоманы, ну, всякое говорили сейчас. И, в принципе, я увидел, что мы здесь действительно люди работаем, и они сами выбрали свой путь, и зачем им лестничать. Это только одна бригада, которая убирает плюсы. Будут создаваться бригады кровельщиков, каменщиков, которые будут все это отстраивать и приводить в чувство. А что ж, как тебя, писателя, гуманитария, когда вообще занесут? Я просто пишу стихи. Ну, стихи, творчество, да, натуре? Если ребенок, допустим, стал, пошел, он же ползти не будет. Ага. Вот я, если у меня получилось, значит, я начал писать. Если заставиться на одном месте нельзя. Получилось, пошел воевать, да? Получилось, стал писать, получилось, пошел воевать. Разве ли писатели воевать? Да могут писатели воевать, но давай каждый будет заниматься своим делом. За правду надо писать. Конечно, конечно. Ну, ты понимаешь, что, если будет каждый заниматься своим делом, строители строят, писатели писать, то будет у нас и образованный народ. Я занимаюсь своим делом, я тишок. А сюда тогда как попал? А чтобы увидеть все это написать? Увидел? Ну, я думаю, теперь много у тебя будет. Как ты в шуру за славянский народ говорил? За единство. За единство славянского народа. Конечно, такого нельзя же быть. Ну, сам не славянин, да? Я жил в Советском Союзе. А что ж ты пошел? Написать такое, чтобы прочитали и поняли. А что пошел с той стороны, которая как раз таки и ущемляет славянские народы? Что ты не приехал в Донецк и не сказал? Я вот за единство славянского народа. Вас тут ущемляют. Хочу написать на весь мир. Обычно вот так бывает. И в армии, и везде. Чтобы понять друг друга, надо сперва морду побить. Так получается, да? А потом уже понимаете, друзьями становятся. А здесь очень много жестокости. Так нельзя. Это кровь здесь. Ну взяли с оружием в руках тебе. У меня зрение 5. Ну взяли с оружием в руках. Но я милиционер. Ну милиционер. А разве в государстве милиционер может убить человека? Да ну если посмотреть на восток, оказывается, может. Это ниже человеческого достоинства. Хорошо, вот это зверство, как ты считаешь? Вот здесь, ну видишь, да? Пластиковые окна, новые радиаторы. То есть дом жилой. Это, как ты думаешь, зверство? Я лично готов этот дом восстановить. Ну ты думаешь, это зверство? То, что восстановить, мы сейчас все готовы, это понятно. А вот по поводу зверства, вот разрушить этот дом, это зверство? Это акт вандализма? Как ты считаешь? Я одно понимаю, мы это все сделали своими руками. Мы народ. Народ всегда как мячик, футбольный мячик на арене. Каждый старается пинуть его, и все, в девятку попасть. А потом экранным остается всегда народ. А которых мы не брали, они сейчас кофе пьют, чай пьют. Ну, слава богу, хоть сейчас до вас это доходит. Здравия, товарищи. Здравствуйте. Я тоже гражданин Украины. Я живу по законам Украины. Есть конституция, есть законодательство, которое как бы... Ну, а вы поняли, что вы приехали нас стрелять? Мы живем на своей земле. Вы нас приехали бомбить здесь. Вы нас стреляли. Лично я и наше подразделение ни одного мирного жителя не обидели. А это что такое? Ну, извините, вы вращаетесь сейчас с солдатом-радаломомом, со стрелковым оружием. Ну, некрасиво вы на паре. Лично наше подразделение это стрелковый батальон. Ну, на дома посмотрите, посмотрите. Приписывают, например, авиаудары, там и артиллерийские нам. Авиаударов здесь не было, артиллерия ваша мочилась. Град установки, вы же на них работали, на этих установках. И вы стреляли не в людей, а стреляли в дома, рушили. Вот один он, весь силовайск разбитый. Если вы обращаетесь лично ко мне, то я вам говорю, что я... Ну, я и к вам обращаюсь, и к вашим остальным работягам, которые натворили здесь. Ну, а теперь убирайте, делайте, за свой счет восстанавливайте. А теперь, пожалуйста, вы, кстати, провели все время, да, вот... Да, здесь в подвале сидели под бомбежками, понимаете, что... Они бомбили нас, эти люди. Наша Украина нас била. Брат брата бил. Ну, а почему же так вот так снимать он? А как я могу к нему относиться, если он меня разбил? У меня все побито. А он стоит, говорит, его родина прислала, он повстал украинскому. Ага, хорошо. А когда вот в школе бои были, там украинские войска стояли, вот здесь были или уезжали? Мы уехали. Уехали. Ну, сына в хате жили на виноградном. Выломали такие были входные двери железные, ломиком выворотили, жили в хате. Украинцы, да? Да, у нас в Гвардии это жила. Что-то из дома забрали? Ну, такая бытовая техника, ну как это. Болгарки там поуходили, рубанки, лоблики такие. В бытовой технике ничего не взяли. Кто-то мне брать не вообще был, один телевизор. Субтитры сделал DimaTorzok